Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу о Рапторе и о его нанесении с помощью окрасочного краскопульта. В данном случае это грунтовочный краскопульт Сагола. Дюза у него 1,8. Раптор вообще по своей сути это защитное покрытие, но у нас малярки в окраске. Для него есть хорошее применение. Это окраска заводского пластика, структурного пластика, дабы его освежить, воспроизвести структуру данного пластика. Я считаю, что это лучшее решение, которое на данный момент по крайней мере есть. Я раньше всегда пользовался обычной структурной краской, но у нее есть свои минусы. Она плохо моется, она сильно маркая и внешний вид далек, скажем, от идеала. Я недавно для себя открыл данный продукт. Да, он на рынке существует очень давно, но я его попробовал не так давно. И мне он очень понравился, поэтому я решил, в принципе, с вами поделиться какими-то своими такими наблюдениями. Значит, что нам говорит техническая документация? Она есть на официальном сайте, на русском языке. Ее можно всегда скачать и посмотреть, на какие-то моменты обратить внимание. Простота применения, то есть, как тут у них прямо написано, наполни, смешай, нанеси. То есть, ничего лишнего. Наносить его можно как с пистолета для антигравия, так и с краскопульта. Я с антигравия еще не пробовал его наносить, но не вижу я особого смысла. Такая настолько крупная, какую он даст с антигравийного пистолета шагрень, структуру, но мне она, в принципе, не нужна. Поэтому будем наносить именно с брунтовочного пистолета. Подготовка поверхности для нанесения раптора. Значит, надо удалить старое лакокрасочное, ржавчину с поверхности, очистить, обезжирить поверхность. А шлифовать поверхность абразивом градации P80, P180. То есть, я так понимаю, финальный шаг шлифования это 180. Но на пластике, если шлифовать пластик 180-кой, будет 100% ворс. И я не считаю это совсем правильным. Но мы не будем ничего говорить про техничку, потому что это так прописано. То есть, 180 это, наверное, идеальная риска для адгезии. Но у нас есть адгезионный грунт для пластика, который мы здесь обязательно будем применять на пластике. Потому что у меня финальный риск шлифования будет 280. Этого вполне достаточно. Есть места, где была шпаклевка. Ничего перегрунтовывать в сегодняшнем варианте я не буду. Будем наносить прямо наверх. То есть, пройдем адгезионным грунтом, дабы избежать потом каких-то неприятных последствий, отслаивания его и так далее. И в дальнейшем уже его нанесем. Здесь написано про пластик. После обработки абразивом очистите и обезжирите поверхность. После чего используйте усилитель адгезии. Ну вот, в принципе, про что я и говорю. И в трудных доступных местах тоже нанести адгезионный грунт. Ну, в принципе, мы это и сделаем. Значит, по смешиванию. В моем варианте, вообще он смешивается 3 к 1, но в моем варианте для краскопульта еще, значит, прописано в ТДС, 3 к 1 и максимум 15-20% для уменьшения структуры и для того, чтобы сделать необходимую вязкость. Максимально написано 25% разбавителя в него можно добавлять. По весу на 100 грамм готовой смеси нам надо добавить 77 грамм раптора, 22 грамма отвердителя. Ну и, соответственно, 20% разбавителя. Что у нас, собственно, давайте посмотрим, представлено в самой этой упаковочке, в этом ките. Собственно, сам раптор. Вот такая бутылочка. Отвердитель. И здесь еще тоже техническая документация. Есть и на русском языке. То есть, кто не хочет заморачиваться и лезть на сайт, можно, в принципе, и здесь ознакомиться со всей информацией. Написано, что его надо обязательно, он такой достаточно густой, его надо очень хорошо вымешивать. Ну, вот я когда первый раз использовал его, то есть, в течение реально двух минут, не так, как написано две минуты, мы обычно раз, два, три, все, пойдет. Сейчас пойдем наносить. Я предварительно весь пластик обезжирю. Пройду адгезионным грунтом его. Дадим для адгезионника выдержку, которая необходима по ТДС. И будем смешивать, собственно, сам раптор. Адгезионный грунт нанесен. Наносил я его в один слой. Ну, там, кто какой грунт использует, смотрите по ТДС, по нанесению. Значит, начинаем разводить раптор. Так, весы на нолик. Я разведу из расчета 300 грамм готового продукта. Хорошо вымешал, как и говорил. И, собственно, наливаем. Так, компонента А мне надо на 231 грамм. Он достаточно густой. Так, отвердителя у меня получается 69. Нолик. Сейчас хорошо перемешиваем компонент А с компонентом Б. Обнуляем наши весы. И теперь добавляем компонент С. Это надо добавлять разбавитель. Есть специальный разбавитель для раптора. Но я его в продаже не нашел. Поэтому добавляем любой хороший разбавитель. Разбавитель, именно разбавитель. Ни в коем случае не растворители, ни R12 и не тому подобное. Только хорошие фирменные системные разбавители. Ну, в идеале, конечно, Юпол, но его просто нет у нас, по крайней мере. Поэтому я добавлю разбавитель другой компании. Так, его мне надо 46 грамм. Это я из расчета, что я его добавляю 20%. 20% от компонента А. Только именно от самого раптора. Там конкретно в ТДСке это не прописано. Но у большинства, да почти у всех компаний, все добавление разбавителя считается именно от компонента А. То есть от первого компонента. 46 грамм. Ну и все. Теперь все вместе хорошо вымешиваем. Заливаем в краскопульт. Обязательно используем сито. И пойдем наносить. Прошел еще раз по всем деталям липкая салфетка. Если вдруг какая-то ворсиночка прилетела, все это дело убрал. Ну и наносим в принципе раптор. Каждый выставляется настройки краскопульта в зависимости от того, какой у вас краскопульт. У меня же получается факел я чуть-чуть прижал, потому что мне большой факел здесь не нужен. Все деталюшки маленькие. Давление я выставил 1,8. Подача открыта, ну скажем так, где-то наполовину тоже. И все наносим. Будем наносить его в два слоя с очень хорошей мечтойкой. Но об этом я чуть попозже скажу. Все сейчас в принципе все аккуратно, равномерно перекрываем полностью по всем деталькам. Субтитры сделал DimaTorzok Первый слой нанесен. Сейчас сдаем час, час почти. Может чуть-чуть совсем меньше, но именно такое время прописано в ТДС. И я так понимаю, что если это прописано, значит это важно. То есть надо ему хорошо просохнуть, поэтому час сдаем в межслойке до нанесения второго слоя. А сейчас я вам покажу, какую картинку мы имеем на данном этапе. Шагренька достаточно красивая. Но здесь она еще плюс, большой плюс в том, что она повторяет в принципе заводской пластик, заводскую шагрень. Ну вот что мы имеем. То есть здесь был не стопроцентный слой, скажем так, наверное процентов 70 было перекрытие. В целом картинка отличная. Это то, что я хотел увидеть. Вот видим, тут он еще совсем мокрый. Ну и вот, вот такая картина. Все, как я сказал, сейчас межслойка. И встречаемся на втором слое. Час межслойки прошел. Видим он помотовел. Стал более равномерный. Ну и сейчас наносим второй слой. Второй слой я буду наносить чуть-чуть подальше пистолет, чтобы получилась финальная картинка, получилась более, он был такой бархатистый. Ну и такой более равномерно разложенный. То есть чуть-чуть подальше просто пистолет и равномерненько все делает, раскидывает. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой результат. Но здесь он повторил заводскую структуру пластика, потому что она не была сильно нарушена. Чуть-чуть позже я покажу, как он выглядит вообще, как собственное покрытие, нанесенное на грунт, то есть на шлифованную ровную поверхность. Ну вот такой результат. В целом отлично все. Вот так можно сделать это с помощью Raptor. Поэтому кому понравился результат, берите на вооружение. В принципе, все, что хотел показал. Но еще покажу впереди, как он выглядит на отшлифованной поверхности. А сейчас, друзья, я покажу, как выглядит Raptor, когда он полностью как самостоятельное покрытие. То есть есть вот 4 молдинга и молдинг из бамперов. Из бамперов молдинга они загрунтованы. Грунт перешлифован 360 на машинке. Сейчас нанесу Raptor в два слоя и покажу, какая у него собственная шагрень получается. Значит, я его разбавлял с добавлением 20% разбавителя. Краскопульт 1.8, Сагула, ну, в принципе, как и было раньше. После первого слоя, значит, вот такая шагрень, структурка. Сейчас сфокусирую. Вот, видно. Отлично, очень красиво. Да, Raptor все-таки на голову выше, чем обычная структура, краска. Полноценно закрытый слой. Значит, здесь, ну, вот такой бархатистый вид. Вообще, мне очень нравится, класс. Сейчас даю хорошую межслойку. У меня, правда, очень тепло. Вот здесь он еще мокрый. Отлично выглядит, отлично. Сейчас, значит, даю минус 40 межслойки. И нанесу второй. Ой, ну, он будет такой, больше выравнивающий, потому что уже, в принципе, уже, в принципе, хорошо. То есть, выглядит достаточно. Все ровненько. Сейчас он еще, конечно, выйдет разбавитель. Станет более матовый. Ну, супер, супер. Все, даем межслойку. Нанесу второй слой. Второй слой испарится. И уже покажу, что мы имеем в итоге на выходе. Вот такая структурка. Получается. Очень круто выглядит. Не ровня, конечно, простой структурной краске. Вот так он выглядит. То есть, на загрунтованных деталях, когда он не повторяет никакой заводской пластик. Это его собственная, так сказать, шагрень, структура. 20% разбавителя. Дзюза 1.8. С обычного краскопульта нанесено. Отлично. Мне прям нравится. Выглядит очень круто. Покажу на автомобиль. Молдинги уже высохли и установлены на автомобиль. Ну, и вот, что мы имеем. Вот такая картинка. Выглядит очень хорошо. По сравнению со структурной краской, потому что автомобиль уже ездил, вот он сейчас вернулся. Я их протирал, точнее, ну, мокрой тряпкой мыл. Все, кто знает, структура, она очень плохо моется и очень быстро загрязняется. Вот эта же поверхность Raptor. Отлично моется. Нету, ну, то есть, тряпка, когда моешь, не цепляется за него. Вообще супер. Ну, вот такой результатик. Выглядит отлично. Здесь молдинги были покрашены в цвет и, ну, просто все отваливалось. И решили вот это дело вот так перекрасить. Сейчас выглядеть стало намного лучше. Клиент уже видел молдинги. Тоже доволен. Вот так это можно делать с помощью Raptor. Все, ребята, я на этом с вами прощаюсь. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok